Точно, точно продал по дорогам ложным день День меня стёр из всех возможных мест Где я есть? Закоулки играют в прятки мной Вторые сутки поехать мы домой Вспоминай Полная свобода, перемещенья При толпе дорога, дело движенья Но хотя бы мне на пейджерский Делай, что захочешь, ты даже напейся Можешь, если хочешь, но хоть на рейсовом Приезжай, 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 приезжай Мы так редко бываем вместе Вот таким необычным способом мы начинаем вторую часть дневного разворота В студии по-прежнему Соня Дёмина И Дарита Пузлиева А в гостях у нас, как уже многие, наверное, догадались Группа Торбо на круче Её музыканты Макс Иванов, Алексей Пяткин и Артём Беспалов Ребята, добрый день Привет Добрый день Добрый Собственно, собрались мы сегодня по поводу нового альбома группы Восток 7 Кто начнёт, кто расскажет, как проходила запись Я начну, ребята продолжат, потому что я самый говорливый Потому что у меня работа такая, у микрофона стоит Мы, да, мы сейчас в самом главном туре нашей жизни Потому что столько городов, ни один тур до этого не включал Тур, посвящённый выходу нового альбома Восток 7 И мы начали с Владивостока И вот Киров Ну, практически два концерта осталось Ярославль и Нижний Вот Киров наш главный, конечно, пункт Наша главная точка Это наша родина с Алексеем Викторовичем Вот И, в принципе, это уже родной город для всех музыкантов Поэтому мы сюда с особым волнением приезжаем всегда А правильно я понимаю, что вы как-то вот так продвигались по стране? Это задумка была такая? С Востока на Запад, конечно Альбом называется Восток 7 И начали с Владивостока И поехали, ну, весь транссип А по поводу записи лучше расскажет, например, Артём Потому что он сам продюсер И у него на студии самая главная работа Лабораторная происходила над песнями Но вы упомянули то, что городов очень много Никогда столько не было Много это сколько? Ну, вот первый заезд включает в себя 17 17 городов А есть там города, в которых впервые вы были? Да, это Комсомольск на Амуре и Чита И как? Отлично В Чите музей декабристов, восхитительный Как публика? Публика горячая Не очень многочисленная, потому что мы в первый раз в этих городах Но те, кто знает, принимали огненно Ну, вообще отличается, да? То есть, восток страны от его западной части Возможно, даже, не знаю, по концерту удалось там пообщаться Может, там с организаторами где-то тоже, с поклонниками Ну, пока все там на русском говорят Ну, это точно Ну, может быть, не все Пишут по кириллице вроде Все друг друга понимали Уж так кардинально не могу сказать, что прям отличается Отличается, например, по природе Потому что дико красиво Байкал проезжает Меняется ландшафт, прекрасные просторы Иногда сопки, тундры Едешь так в поезде, смотришь в окошечко, думаешь, боженьки, как красиво И, во-первых, мы снег увидели там, например, в Сибири Что-таки он есть В Владивостоке мы увидели часть океана Прекрасную бухту Бухта там великолепная И вообще сам город тоже красив Потому что он находится на таком прекрасных сопках великолепных И красота Только, правда, я даже не понимаю, как они зимой там ездят На машинах, например В смысле? Ну, они катаются там с горок друг к другу Если там гололед дикий Ну, наверное, вам... Ну, например, место, где мы жили, находится на очень крутой склон И во время того, когда выпадают осадки И вдруг на следующий день все покрывается льдом Вы представляете, как туда добраться на машине? Или спуститься А все-таки это довольно большие расстояния А тур у вас беспрерывный был? Ну, то есть вы как начали с Востока, так и продвигались или возвращались? 12 февраля мы выехали И вот до сих пор еще дома не были Это такое масштабное путешествие по России Это все на поездах Первый перелет был Москва, Владивосток, а дальше поезда Автомобили, поезда Вообще звучит как путешествие мечты Посмотреть всю Но я знаю, кстати, вот у меня друзья, кто живет в Европе, говорят, что очень много европейцев, они прям мечтают совершить путешествие по Транссибу, пока мы все стремимся куда-то там в Италию Не так давно в сети появилась фотография Дэвида Боуи, как он в Кирове на вокзале как раз выглядывает там из окна, именно совершая путешествие по Транссибу Тут же есть история, что он там съел пирожок и что-то пошло не так с этим пирожком, который он съел на Кировском вокзале Там еще одна фотография из купе, все понятно, почему, все там у него так было, все нормально А на видео не записывали тур, чтобы, не знаю, может какой-нибудь фильм потом впоследствии выпустить? Секрет Дэвида Боуи тур или нет? Нет, ваш Я могу завесу тайны Давай, идем всегда В общем, получается такая история, что пришло в голову снять небольшое видео Ну, я не могу сказать громко клип, потому что в основном я это делаю мобильным способом на, так сказать, мобильный телефон И в этом путешествии, в этом видео будет, которое я снимаю, особенность такая, что есть герой один интересный Вот, герой это апельсин, потому что у нас есть песня «Апельсиновый сок» И, в принципе, всех тех людей, которые мы встречаем на концертах Просто каких-то проводников или вообще симпатичных Людей Которые понравились нам Я передаю этот апельсин и снимаю с ними небольшой эпизод Возможно, из этого выйдет какое-то интересное видео про то, как этот апельсин путешествует по всей России По Трансибу Ну, перейдем тогда к записи Артем, вы Это такой сложный вопрос для меня Алексей, не хотите ли пару слов сказать? Долго вообще работа над альбомом? Да нет, быстро Полтора-два года Да даже меньше Мне сложно что-либо вспоминать Я, видимо, такого склада человек, который живет больше будущим, чем прошлым и даже настоящим Мне хочется вот что-то делать дальше, открывать, делать новые песни, снимать видео Поэтому, Максим, не хотите сказать про пластинку? Именно про запись Да, может ли не про запись? Проходило очень интересно в несколько этапов Во-первых, это был краудфандинговый проект Мы благодарны в очередной раз, каждый раз всем говорим привет и спасибо ребятам и девчатам, которые знают нас, любят нас и верят в то, что мы выпустим этот альбом И покупают этот альбом плюс атрибутику, которую мы предлагаем в качестве лотов До того, как альбом начинает записываться Это очень важно, круто, это доверие И мы очень это ценим Спасибо А потом собралась нужная сумма, чтобы мы могли распоряжаться студиями и так далее Инструментами, которые нужны для записи Аппаратурой, что-то докупать и так далее Вот, и на трех студиях происходила работа Первая, это наша любимая в Питере студия Добролет Где мы зачастую, ну практически всегда пишем ритм-секцию, прежде всего, барабаны с басом и часть гитар Дальше это была еще одна студия Ди Грей в Петербурге И торбо-студия, которой заведует Артем На которой вся основная лабораторная работа, как я это называю, происходила По поиску звуков, тембров, вариантов, аранжировок и так далее Долго, упорно, непросто, круто Ну это, конечно, интереснейший процесс Ну это гораздо интереснее, чем всякий пост-продакшн и до-продакшн всех этих Ну записываться это несложно, на самом деле И весело В отличие от другой некой работы, связанной Чего с этим делать дальше? А вы пост-продакшн, сами занимаетесь Я сейчас чувствую, что Артем не сильно одобряет, что все это просто-просто весело Нет, это весело Ну Артем сводил, например, одну песню, 20 редакций сведений, 20 вариантов сведет Но у меня плохая память, я о плохом состоянии забываю Это только хорошие моменты нашего, так сказать, совместного творчества Когда мы непосредственно, например, втроем вдруг начинаем там что-то делать, к нам приходят фантастические мысли Ну самые лучшие идеи именно так и происходили, конечно Да, отличные Мы собираемся втроем и какие-то варианты аранжировок придумаем в тот именно момент, когда мы вместе Это круто Магия творческого процесса Прервемся на 30 секунд и после продолжим Продолжаем дневной разворот В гостях у нас группа Торбо на круче Начали говорить о том, как проходила запись Сказали, Максим, что собирали деньги с помощью краудфандинга Вообще легко таким способом? Быстро ли собираются? Ну, краудфандинг это такой процесс, когда сам планируешь на сколько времени Столько ты его запускаешь Мы, в принципе, на 100 дней завели краудфандинг Но потом поняли, что это мы взяли какой-то отпускной сезон И люди просто не все в курсе того, что... И продлили еще на какое-то время И собрали нужную сумму А что в качестве лотов выставляли? Ну, прежде всего, сам альбом То есть он будет на носителе? Уже есть Отлично Мы, к сожалению, только его выпустили прямо буквально в день отъезда в тур Поэтому не успели разослать всем акционерам То есть получился такой курьез, что зрители, которые приходят на концерты в наших городах Ну, имеют возможность купить альбом А мы еще, как, так сказать, провинившиеся, простите, еще раз Ребята, акционеры, все отошлем Мы еще не послали акционерам, которые заранее это купили Да, но зато у них будет с подписями Я знаю, просто есть сейчас многие коллективы Записываются и выпускают уже только электронные версии То есть уже... Ну, электронные, естественно, тоже Это велись Нет, это была просьба людей Они очень хотят пластинку Я вот... Мы, кстати, даже думали Нужна вообще эта пластинка в каком-то носителе Но как бы вот кому-то прям интересно Ну, там раскрыть, почитать, попросить Ну, там буквы лет красивые мы сделали У нас есть Валера Мельник Это наш постоянный сотрудник С которым мы выпускаем все альбомы И работаем над оформлением Это очень крутой питерский дизайнер И начиная с непсиха, с первого альбома Вот он нам все это придумывает, оформляет Спасибо ему большое Да, и есть, например, потребность у людей В носителях не только на диске Мы на флешке в этот раз еще выпустили альбом То есть оформление такое же А внутри не диск, а флешка Ну, потому что некоторые компьютеры Просто уже не принимают диски И, наверное, с этим сложно бывает Да, и в некоторых машинах диски зажевывает А флешка нормальная Насколько я помню, это ваш юбилейный альбом То есть он особенно важен и значим Справедливо И почему у вас ТОК-7, наверное, это такой вопрос Который вам все задают Но все-таки важный альбом И тут я смотрю на обложку И вы стоите на какой-то планете без атмосферы И тут еще пролетает такая ракета И с нее кто-то свисает Как так? Почему именно эта тема? Да, случайно На самом деле ничего там заумного нет Но много всяких интересных совпадений Ну, например, Восток-7 Это седьмая песня На седьмой альбом по счету Насколько я понимаю Перевожу Есть песня Восток Она в альбоме под номером 7 Это наш седьмой номерной альбом Нас в коллективе 7 участников И тема Востока Именно как космического корабля Закончилась на шестом летательном аппарате На котором летала Терешкова А Восток-7 такого не было Это наша такая фантастическая история Продолжение Такой радости Детства и фантастики И каких-то иных миров Из детства Из советского Естественно Ну, мне кажется, ребята Прямо вот тут сейчас Сами подводят К немного не музыкальной теме Конечно же Та самая Терешкова Валечка Вчерашние события Следили вообще за ними? Ну, кто же за ними не следит? Мы же как-то живем в этой стране Все следим Я не следил Ну, ты-то, понятно Аполитичный ты человек Посмотрев на всю страну Все равно Есть какие-то выводы Именно из того Не знаю, как Все это отличается от Петербурга И Москвы И столиц И за рубежа Нет, ну Все-таки мы Как бы действительно Политикой не занимаемся Профессионально Просто следим Как все люди Читаем Слушаем Какие-то вещи Там Ну, в стране Страна живет по-разному От регионов Вот я как заметил Там Ну, как бы вот там Регион богатый Спортом Там более-менее Нормально Там другой там регион Там, я не знаю Ну, вот все же Из Татарстана в Киров Переезжают И там попадают В дикие ямы Там сразу Там на дороге Например, да И там Вот сколько я здесь Помню этих губернаторов Никтошить Ну, как бы Что поменялось Я не знаю Как говорится Беда Как Салтыков-Щедрин Там и все на свете Как писал про этот город Так, по-моему Он живет Что при коммунистах Что там При царе Что теперь при царе Как бы Может это Карма такая А реально ли вообще Быть Аполитичным человеком Когда вы Медийные люди То есть На вас равняются На вас ориентируются Конечно, реально Потому что я считаю Что политик Это тот же сантехник Он должен быть профессионалом И разбираться В этой теме Я же все-таки Например, в депутаты Не иду И Ну, как политика Даже я не журналист Я музыкант Вы же все равно Как гражданин Моя любическая точка зрения У меня присутствует Как некоего обывателя Я имею право Высказать от себя О чем-то Конечно, мы все живем В этой стране Но Чтобы заниматься политикой Нужно быть, мне кажется Профессионалом Экономистом Нет, тут речь Даже не о политике А тут именно Об обывательском отношении Вчера Вот тут мы Когда следили За этими событиями Я говорила уже Девочкам, коллегам Что Не знаю Я воспитывалась То есть люди Которые сейчас пошли В Госдуму Не знаю Роднина Третьяк Черешкова То есть это люди На уважении К которым Тебя воспитывали Ну, это у них Последний, наверное Театральный спектакль Все-таки Валечки Сколько лет-то там По-моему 83 года И когда Там мама Уже меня смотрела Вчера Говорит Это чушь Она ведь еле ходит Ну Все же это понимают Ну, если что Никого Не секреты Тут, по-моему Ну Налицо Все Вот у вас Пенсионная реформа И кто чего там Сказал Никто ж ничего не сказал Взяла и прошла И люди такие Опа, а я не выхожу на пенсию Мне еще работать И работать Вот которые поколения Высказываешься Это не как обыватель А как человек Который понимает Политики Ребята Давайте топить За Алексея Викторовича Пяткина Мне кажется Что он наш кандидат Куда бы ни было А я его же фотографировал Напротив правительства И он абсолютно Его фигуру вписывается Но у меня же Суть Это дальная политика Безысходности Так это нормально Это свойство Нашей территории Извините Мы тут поговорим Между собой Давно не виделись Планы на будущее Нужно делать Они составились Теперь Я буду выдвигать Не, я за Репина Дениса Потому что он справедлив И честен А вы должны быть В двух партиях Которые будут Как будто Друг друг Все таки за Репина И большинство голосов Будут делиться между вами Вот это будет классно Вот вы смеетесь Смеетесь У нас действительно Много музыкантов Сейчас уходят в политику И вот Шнуров Недавно сообщил Куда ему политика Ну что вы Он не стар Как Валентина Терешкова Он суперстар И он Очень прикалывающийся Над этим миром Человек Он никогда Ну даже если он будет В политике Он будет относиться К этому Но он просто перешел На другую сцену Вот я хочу заметить Да Это другой спектакль Другой театр И новый концерт Ну это конечно здорово Потому что скучно В том-то театре Вообще совсем жить Там Шнурова не хватает Естественно Ну есть Жириновский Но это совсем уже Интересно Ну ладно Шнуров и приходил туда Со словами То что со мной будет веселее Я думаю Действительно Сто процентов конечно А сколько народу Сразу он притянет Все сразу начнут Человек научился Веселить весь мир В политике В стадионном масштабе Нет Ну с другой стороны Вот та тема С которой я начала Медийность Все ваши песни Творчества Про любовь И какой-то гуманизм И отношение человека К человеку Но в то же время В настоящем мире Происходят какие-то Такие процессы Которые идут вопреки Насколько я понимаю Вашим гуманистическим Убеждениям Они всегда идут вопреки Мир жесток Какой-то был Ну нет Я бы хотел конечно Вот в машину времени И там к шестидесятникам И Макаревича что ли Да нет К шестидесятникам Акуджава Ахмадулина Вознесенский Евтушенко Вот эта вся Темочка Вот мне это Дико интересно Я кстати подписан В инсте На шестидесятников Блин Классно Там фотки выкладывают Леха Ссылку пришли Обязательно Спасибо А я на вас подписан А вы подписаны на них Поэтому Я все про вас знаю Не про них Ну да Есть еще вопрос Морали и нравственности Вот есть момент Нравственности И мы больше Обращаем внимание на это На внутреннее состояние И положение Каждой личности Поэтому Мне кажется Наш коллектив Выше политики Ну то есть Использовать сцену Я не знаю Может быть Под политикой Может быть Есть уже Подводный мир Есть такая теория Что инопланетяне Все таки В океане Понимаешь Первое Там все Засыни Все вышло Из воды Вот А мир Выше Может быть Мы под А сны Бывает Во снах Мы летаем Или плаваем Но опять же Не обидно За тех коллег Чьи концерты Запрещают Или Ну вот Какие-то Происходят Эти ситуации Мне вообще не обидно За коллег Потому что Каждый добивается И у каждого Своя карма У каждого Идет своим путем Если ты Там материшься Или Там просто Ведешь себя Неаккуратно Эстетически Может быть Может быть Кого-то Ты действительно Можешь Задеть Может ты Не используешь Не соблюдаешь Какие-то Правила Которые В принципе Постно соблюдаешь Да Но мат Он же появился В текстах Не вчера Да дело в том Что не в текстах А например Там Что-нибудь Со сцены Что-нибудь Говорить В не очень Правильной форме Не знаю Мне больше Нравится Жить без Мата Например Согласен Мы сейчас Обсуждаем Почему Там кого-то Запрещают Политические Высказывания И все Такое Надо Все равно Понимать Где ты Находишься И кому О чем Говоришь Если для тебя Это творческая Трибуна Это один момент Ну в смысле Сцена Если это Политическая Трибуна Это другой момент И если люди На это идут Они абсолютно Понимают На что Они идут Они молодцы Как бы Для Ну я думаю Что Лев Толстой Очень понимал Когда Все это писал Естественно Он только лет Уже прожил И допустим Отлучен Человек Салтыков Щедрин Тоже понимал Декабристы Адекватные Все были Понимали Они очень хотели Этого В принципе Только Леву Толстому Не повезло Потому что Как бы он не хотел Его все равно Очень любил Царь И Никуда его не сал Он говорит Пошлите меня подальше А он говорит Нет Я тебя люблю Не пошлю пока То есть Использовать музыкальную трибуну Как политическую Это Против Почему Это нормально Для тех людей Для которых Это нормально Для нас Ну для меня Как человеку микрофона Например Не очень Нормально То есть Нам не ждать Профсоюза музыкантов Которые вступятся За группу порнофильма Чей концерт запретили В Челябинске По-моему Да на днях Нет Почему В принципе Если запретить Я просто не изучал Эту тему Я правда Не очень смотрю новости Если я пойму Что это Как бы лажа какая-то Произошла Я конечно Впишусь Ну Пожалуйста Можно разобраться Будет потом Но я думаю Что это такая же рядовая ситуация С матом И вот Всякими текстами А мы сейчас Прервемся на полторы минуты И снова вернемся в студию И мы продолжаем Дневной разворот У нас в гостях Группа Торбо на Круче Максим Иванов Солист Алексей Пяткин Гитарист Артем Беспалов Клавишник Флейтист И мы с вами До перерыва Говорили о политике Но так Нельзя не затронуть Еще одну такую Геополитическую тему Это Как коронавирус Собственно говоря Если вы ехали От Владивостока Тогда там Как раз Ближайшая граница Вы кстати Не боялись Нас на интервью Вообще приглашать Я вообще Только сейчас Об этом подумала Ну все Приплыли Нам ничего не грозит Там пару раз чихнуть И иммунитет На самом деле То есть Обычно Страдают люди Старшего возраста Пенсионного И поэтому говорят То что наши власти Боятся коронавируса Потому что наши власти Как раз в том возрасте Когда стоит его бояться Ну Байден тоже Кстати старенький Я посмотрел Ему то что там За 80 же Да И он тоже боится Да Вы довольно смело Заявляете людям Которые видели Китай Через Через реку Через реку Ну там есть вообще Какие-то панические настроения Знаете Там никого нет На улице Там просто никого нет Ни на улице Ни на концертах Никого нет Мы проехали Все города России Просто Все по домам Зато Сибирь стоит И стоять будет Ну в Сибирь Это Но и в ковчек Туда приплывет Сибирь Вечно Нет Серьезно Вас может быть проверяли Как-то Перед концертами Боялись ли вы За свое самочувствие Ну Скорее мы друг друга Проверяли Чем кто-то нас Мерили температуру Да У нас Игорь Викторович Беленко Вычитал Что Коронавирус Боится Курева И алкоголь Поэтому Как бы Процент Ну когда Бухаешь И куришь То гораздо Меньше Убегает Так сказать Заразиться Этому Армянское радио Ну естественно Армянское радио Ну а что А почему бы и нет Все средства Все спаслись Благодаря ему Ну не пугали Там да Такими вещами Как отмена Каких-нибудь Массовых мероприятий В закрытых помещениях Ну мы проехались Чуть раньше До этого Когда Там сейчас Что-то уже происходит Потому что Как бы Мы ничего такого Не испытали Слава богу пока Не знаю Еще По причине коронавируса Мы концертов не отменяли Редкую маску Встретишь на лице В городах Сибири Кстати да Люди абсолютно Спокойно Нормально Ну вот Был тоже радиоэфир В Благовещенске Это вот где Как раз Через реку И Китай И они говорят Ну вы что Не боитесь Ну вы же приехали С концерта А я им говорю А вы-то не боитесь Вы тут живете Вообще И эфир ведете Они такие Ну вообще-то да Мы не боимся Ну уже что Ну все Как бы так По-нормальному Люди к этому Относятся Как к какой-то Текущей Проходящей Проблемке Темке И все такое В начале уже Упоминали Что Киров Семнадцатый Да если Нет нет Семнадцать городов Всего Нам осталось еще два Киров Поэтому Чего получается Пятнадцатый Пятнадцатый Да и еще какие города Где заканчиваете Нижний и Ярославль Нижний Новгород И Ярославль А Да Вот в Нижнем Новгороде Уже зафиксирован случай Коронавирус Если что Так что в этом аккуратнее Скупите маски Кстати в Кирове В аптеках масок уже нет Так что Нам рассказали Удивляться тому Что по городу ходят люди Без масок Не стоит Потому что их просто нет Я как бы учился В советской еще школе Так сказать У нас была Вот эта фигня Я маску смогу сделать Вот на марлевую повязку Нас учили делать На уроках Мы-то выжить Может быть И по большому пальцу Определять Это грипп водородный Или ядерный бомб Не до такой степени После тура Уходите в отпуск Или продолжите Да Надо с родными Повидаться Вопросы Продолжим Продолжим Нету никаких отпусков Классно Ну то есть Никакого там Творческого перерыва Куча материала С которым нужно Смотреть в будущее Ну вообще То еще ближайшие концерты И дальше Лет 15 ближайших Застоев Творческом материале К сожалению Не будет Уже может быть И хотелось бы Но уже Настолько вперед Понаписан Да еще опять Происходит это все Весь этот Творческий процесс Понятно кому Все это разгребать Ну да Надо метлами Швабрами Вот это все Запасаться То есть Материал для будущих Альбомов Уже есть И можно ждать Какого-то следующего Через пару лет Есть конечно Ну просто Я всем любезно Написал 200-300 песен Поэтому 500 Есть над чем работать Ну просто уже Не всегда интересно Именно над тем Материалом Не всегда интересно Не всегда песня Пейджер Написанная 20 лет назад Может встать В актуальный альбом Но в этом году Это произошло Как это вообще произошло Ну как так Как говорит Леша Никакого надумывания А я считаю Что все вот именно так Концептуально произошло А как так происходит Вот если есть Вот этот список 200-300-500 песен По разным данным Вы из них потом Выуживаете Самые любимые Или то что Вот песня Пришло твое время Не знаю Как пацаны выуживают Я их просто пою постоянно Мы что только не делаем Выуживаем Лосоки дают Какой кошмар Силки ставят Ну вот к востоку 7 Как отбирали песни Вообще Как процесс происходил Мы в процессе Так сказать Репетиции Делаем периодически песни Если она получается Ну как бы О Классно Качает То она получается Зачастую Не получается С первого раза Вот и все А когда это все Вымучено То оно Немножко откладывается Страшнее не количество песен А варианты Воспроизведения этих песен Потому что Если Арифметически посчитать Сколько этих вариантов Вот например Опять же В альбоме есть песни Сигарет нет Мы ее играли В принципе С группой Лет наверное еще 12 Может назад Может 15 В каком-то варианте И пытались Ну в смысле Записывали Не пытались А были варианты записи И Эти варианты По разным причинам Не подходили Нам На момент выпуска Какого-то альбома Очередного Либо просто По звуку Не подходили Либо что-то там Смущало Вот К предыдущему альбому Части света Я понял Что темп не тот Уже все записали Все Песня была полностью готова Все были Радостны И в восторге Я понимаю Что я в таком темпе Ее пою И как бы для меня Это неестественно И я пацанам зарубил Все меня ненавидели После этого Какое-то время Но смирились Да Ну сама дурно Что такое Да Его песни Я вот теперь жду Не дождусь Когда мне разрешать Вскрыть архивы Да Мы когда-нибудь Все-таки доберемся До архивов И все эти Неизданные Но хорошо записанные Песни Покажем людям Не возникает желания Не знаю Переписать Что-то старое Не знаю С того же самого Не психа Потому что Например Послушал Старая песня Вроде Классная Но звучит уже Старом Так именно Эта песня Была записана В то время Там как раз Все поймано Так как нужно Нет Просто сейчас Есть некая тенденция Там бывает Переписывают С духовой секцией Добавляют еще что-то Но это эксперименты Уже Если в принципе Не очень интересно Или нет Нового материала Можно переделывать Или для какой-то Опять же Концепции Творческой Но Пока нас это не касается Об экспериментах Не так Давно Хотя не знаю Может это уже и давно Как считать Играли вы С силовиатским Симфоническим Оркестром Не были вы По-моему После этого У нас Как вообще Вам этот опыт Возможно Хочется повторить Что-то уже Подобное Готовите Ну я считаю Что это был В моей жизни Один из самых Лучших Концертов Были очень сложные Мероприятия По изучению Так сказать Нашего репертуара Оркестра Потом Были сложные Репетиции Но В итоге Получился Фантастический Концерт Мы так Друг друга Полюбили С этим Оркестром Что Буквально На концерте Некоторые Из оркестра Присутствовали На нашем Концерте И Фактически Мы подружились Позавчера 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 Который Им был Артем Буквально 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 Отдельным Отдельным микрофонам Организационным мероприятием Продакшен Этого мероприятия Серьезный Так что Как только Мэрия Например Кирова Или Кто Департамент культуры Сочтет Желанным И возможным Это повторить Мы с радостью Ну Я понимаю Да Артем Что вы не любите Возвращаться к прошлому Но тем не менее У меня все равно Пара вопросов Еще есть По этому Мероприятию А много вообще удалось Вот совместных Именно репетиций Провести Но репетиции Было Две репетиции Концерта Да Две репетиции До этого Оркестр Разучивал Максим Прости У Максима Есть такое выражение Мозговой штурм Это был самый настоящий Мозговой штурм Чтобы взять И Сосредоточиться Выявить Какие-то проблемы Так как Даже Оркестровки Присутствовал Композитор Максим Бабинцев Который Это все Так сказать Писал нам И Была репетиция Например Вечерняя Ночная Уже В оркестре Люди Много И они Должны закончить Репетицию Например В 8 часов вечера У нас задержка Потому что Не привезли аппаратуру Или там Первая репетиция Была просто первая Поэтому нужно было Изучить все Мы задержали Там на Полтора часа Во вторую Второй день репетиции Ждали аппаратуру Задержали на Тричат Люди За полноч Домой добирались Просто Музыканты Оркестра Нашего Вятского Симфонического Нас могли прибить Да могли В принципе С мячками заколоть И так далее А потом ночью Я созванивался С оркестровщиком С аранжировщиком С Максимом Говорю Здесь нет этой партии Здесь нет этой партии Давай пожалуйста Придумаем Он говорит Откуда я возьму Завтра концерт Говорю Нужно обязательно Потому что Этого нет Этой темы Она необходима И он ночью дописывал Мы в день концерта Буквально проверяли Какие-то вещи Еще пробовали И это еще надо Переписать ноты Всем поставить А музыканты А музыканты говорят Что опять Новая нота Сегодня в день концерта Вы что Ну как бы И все такое Ну то есть Вот так все примерно Происходило Все очень На градусе И конечно Самообладание Евгения Дробахина Дирижера Оркестра Да И Все музыканты Да Всем огромное И так сказать Нашего дирижера Самообладание Что Так сказать Гергиева Да Гергиева Максима Геннадьевича Были еще Какие-то подобные Эксперименты В разных Других городах Или это только Кирилл Нет у нас Это первый И самый крутой Но мы до этого Только играли Квартетом Как бы Который кстати Тоже отличный Не квартет Даже расширенная Группа была У нас друзья Наши сокурсники Мы с Артем Оканчивали Консерваторию У нас много Друзей И однокурсников И просто Знакомых По консе Играют В оркестрах Мариинского театра В Мариинском Несколько оркестров Вот И мы Ну неоднократно Такое уже В принципе Проделывали Делали Сами Аранжировки Оркестровки Небольшие И на струнный состав Это расписывали И с нашими друзьями Это все исполняли Было Тоже круто Но это было Очень давно Больше 10 лет назад Последний раз А вот сейчас Только В прошлом году С Вятским Симфоническим Это все Воплотили И кроме этого Киров Вообще всегда Я думаю Больше всех Открыт Наверное На ваших концертах Хотелось бы мне Думать так Что Столицы открыты Столицы Это Питер Москва И конечно Столица параллельного мира Ну и вы здесь же Часто бываете Как меняется Что скажете Кроме дорог Кроме дорог Да нет Дороги-то не меняются Стабильность Да Конечно же Застройка там Домами гигантская Происходит И там Приходишь Говорят А что это Тут уже Какие-то Дома построены Я помню Что Дурни Возле вокзала Такой райончик Раньше был Это же просто Ну понятно Да Но это была частная Абсолютно Темочка И там жил Вадик Макин Вот там Вся тусовка Ахарч Вот это все происходило Мы очень много времени Проводили у него дома И во дворе И там на прудах Много творчества И радости Теперь это район Чистой пруды Наверное Как бы да А сейчас Многоэтажная застройка Сейчас все Но в Питере На самом деле Тоже так было Потому что Мы жили в общаге На доблести 22 И дальше было Так называемое Поле чудес Да Ну там Километра два Наверное До Финского залива Ну вот Этой Маркизовой лужи Или как это называется И там даже Ну снимали кино Ну то есть Вот все это В принципе Такой район Известный был Но когда Спустя много лет Мы туда приехали Тоже снимать Какой-то фильм По поводу Там Нашей истории Я посмотрел А там все Застроено уже До самого Море Многоэтажки Стоят Я думаю Вообще Как это так Это все другое Все другое Да Ну а осталось ощущение Вот этой милой вятушки Не знаю Как Да Сметана Самая вкусная Как сейчас Да Говорят Сметана Вятушка И молоко Самое вкусное Мы даже думали Посылкой домой послать Я так понимаю Нам наверное Уже пора закругляться Но мы послушаем Успеем еще одну песню Что это будет за песня Конец прекрасной эпохи Давайте Конец прекрасной эпохи И конец дневного разворота Дарья Топузливая Соня Демина И группа Торбо на круче Сейчас еще исполнит Целую песню Самой прекрасной эпохи Конец Молоды были мы И боги Все были здесь Да и теперь Из облаков Они все ждут Наших звонков Набирай номер В памяти Звони В ярких рисунках Краффити Огни Наши мечты Из детства Здесь Пока мы есть Всем боги Есть Самой прекрасной эпохи Конец Память бросает нам счастье По грохе в костры И сердец Они горят И светил путь И все не вернуть Но все вернуть Набирай номер В памяти Звони Набирай номер Ярких рисунков Краффити Огни Наши мечты Из детства Здесь Бога мы есть Все боги Все боги В самой прекрасной эпохе Привет Хотя в моей комнате Боги забыли Свет Теперь Теперь Его дарю За все За все Благодарю Набирай номер Набирай номер В памяти Звони Звони Ярких рисунков Граффити Огни Наши мечты Из детства Здесь Пока мы есть Все боги Самой прекрасной Прекрасной эпохе Конец